Привет! Добро пожаловать на мой канал! Мы продолжаем наш онлайн курс дизайнера одежды. Сегодня я поговорю, расскажу вам и научу вас определять натуральность таких тканей, как шелк и шерсть. Поговорим об этом сегодня подробно. А вы главное не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые ролики, где я буду рассказывать самое полезное и самое необходимое для достижения этой профессии. Поехали! Шелк Его использование началось в далекой древности, еще за несколько тысяч до нашей эры в Китае. С процессом со временем технологии развивались и появилось несколько разновидностей шелковых тканей, такие как тонкая, плотная, с несколькими различными видами переплетения нитей и рисунком. Также все ткани обязательно проходили процесс окрашивания, процесс окрашивания естественными минеральными красителями. Но до этого они проходили процесс вываривания, промывания, вываривания и отбеливания. Примечательно, что технологии в Китае содержались в строжайшем секрете. Разглашать их иноземцам было запрещено под угрозой смерти даже. В Европе активное производство начинается только в средние века. В современной индустрии Китай по-прежнему остается безусловным лидером в производстве. На его долю приходится практически половина всего производства шелковых тканей. Еще второе и третье место занимают Индия и Узбекистан соответственно. Но, однако, в значительном отрыве от Китая. Активно развивается производство шелковых тканей также в странах Юго-Восточной Азии, а также в Иране. Шелк – это ткань животного происхождения, тутового шелкопряда. Максимальная длина волокна была зафиксирована до 3 километров. Гусеница бабочки питается исключительно листьями тутового дерева. Отсюда ее название. Окукливаясь, гусеница плетет кокон вокруг себя. Из непрерывной шелковой нити длиной от 300 до 900 метров, как правило, и до 1,5 километров – это в самых крупных коконах. В коконе гусеница превращается в куколку. Цвет куколки может быть различным. Может быть зеленоватым, розоватым или желтым и так далее. Но для нужд промышленности в данное время используют породы тутового шелкопряда именно с белыми коконами. Куколки дожить не дают. Коконы держат 2-2,5 часа при температуре до 100 градусов, что убивает куколку внутри кокона. Но также это упрощает процесс раскучивания кокона. Внешняя и внутренняя части кокона считаются самым дешевым волокном, а средняя часть – самым качественным и дорогим волокном. Основными компонентами шелковой нити являются фиброин и серицин, которые присутствуют в шелке в соотношении 3 к 1. Шелковая ткань – это дорогой материал, который используется в создании действительно роскошной одежды. Шелк плетется очень плотно. Нити располагаются очень близко друг к другу. Отсюда большая прочность ткани. Также, если мы посмотрим на срез нитей шелковых, то мы увидим треугольное сечение, либо овальное. Отсюда его гладкость и блеск. Плетение обязательно плотное и диагональное. Также шелк на ощупь очень мягкий, гладкий, нежный, теплый. Он быстро принимает температуру тела человека, он пластичный, легко драпируется, имеет свойство стекания по фигуре человека и красиво не спадать может. А также имеет, конечно же, благородный блеск. Еще бывает дубовый шелкопряд. Из него добывают дикий шелк или еще называют неблагородным. Если мы видим ткань, внешне похожую на шелк, но она при этом тянется, значит в шелк добавлен полиэстер. То есть ваш шелк уже не 100% натуральный. Также натуральный шелк, он блестит. Он блестит как раз таки из-за вот этого треугольного сечения нитей. На фабрике могут срезать вот эти углы и делать более овальные вот эти нити. Тогда это уже будет обработанный шелк и он будет более матовый. Более матовый, ткань будет прозрачная, жесткая и немного шершавая даже. Шелк без обработки блестит и непрозрачный. На ощупь, чуть-чуть, когда вы прикасаетесь, он сначала холодный и быстро нагревается. А также в тканях животного происхождения, таких как шелк и шерсть, есть такое свойство внутренней пружинки. При сминании она снова распрямляется. Если ткань не распрямляется, значит в шелк добавлены искусственные добавки какие-то, искусственные материалы, например, полиэстер или другие. Из-за вот этих присутствия вот этих смол или других добавок он мнется. Сейчас попробуем поджечь шелк. Я вот уже подготовила шелковые нити. Сприлаем в фитилек. Поджигаем. Видите, горит она очень быстро, спекается ткань в нити. Частично зола с крупинками, но они все растираются, в принципе. Нет, чуть-чуть остается, вот буквально чуть-чуть, еле-еле заметно. Это возможно из-за того, что в шелк было добавлено искусственные волокна. Вообще считается, что добавление искусственных волокон до 10% шелк на свойства ткани не влияет никак. А также у нас в России, в принципе, вообще возможно добавление до 10%, и это даже могут не написать на ценнике тканей в магазине. Потому что считается, что законодательством нашим разрешено добавление до 10%, но на ценнике также они напишут шелк 100%. Вот такое у нас законодательство в России. Ну, опять-таки, в прошлом ролике я уже про это рассказывала. Например, если в Италии вы покупаете шелк 100%, то это будет 100% шелк. А в России такого нет. У нас возможно добавление до 10% искусственных волокон в любые ткани. Не только шелк, это вообще с любыми тканями такое. Итак, про горение. Горит она, шелк горит очень быстро, немного спекается. Возможно, вот эти крупинки, как раз-таки из-за добавления искусственных волокон. Также запах, запах будет, запах такой животный. Запах паленых волос, паленого ногтя, паленого рога даже где-то, кстати, пишут в интернете. Ну, такой вот прям животный запах, если мы когда поджигали хлопок, там был бумажный такой, целлюлоза, потому что в составе бумажной скорее, да, сжженой бумаги. А здесь запах животный, когда вот шерсть вот горит, вот такой запах. В принципе, не ошибетесь, легко определите. Просто будьте внимательны во время опыта. Шелк, ткань прочная, формоустойчивая, хорошо делать крупные складки. Либо мелкие детали, которые должны держать форму, например, воротнички, окантовки, какие-то клапаны и так далее. Шелк светоотражает, он зеркален, очень высокая декоративность ткани имеется. Также, благодаря белковой структуре, обеспечивает безопасность для аллергиков. Также имеет свойство влагопоглощения, без неприятного ощущения, кстати, на коже. Быстро высыхание и не имеет, и не требует глажки. Также шелк имеет климатическую универсальность. Даже тонкий шелк отлично подойдет и в холодное время, и не доставит никакого дискомфорта, конечно же, в летнюю погоду, в жару. Поэтому температура регулируется естественным образом. Именно по этой причине широкое распространение шелка получила при изготовлении постельного белья. Ассортимент шелковой ткани. Шелковый атлас или сатин его еще называют. Когда мы приходим в магазин и видим, на цене написано сатин, то смотрим переплетение нитей. Если оно диагонально, как у шелка, то это шелк. А если взаимно перпендикулярно, как у хлопка, то это хлопок. Шелковый газ. Это очень легкая пластичная ткань. Она светопроницаемая. Она идеально подходит для многоуровневых юбок, складок, для пышных юбок. Креп. Слегка припудрен. Нежный очень. На поверхности имеются микрокрошечные узелки. Отлично подходит для валанов, рюши. Хорошо драпируется. И также такое ощущение небольшое создается отсылка к ретро. Органза или фатин. Очень жесткая, прозрачная ткань. Отлично драпируется и форма устойчива. Тафта. Имеет большую жесткость и очень хорошую форму устойчивость. Из нее, как правило, шьют подъемники, чтобы держали форму. Также она вообще абсолютно не садится по фигуре. Она всегда будет торчать. И поэтому из нее практически не шьют. Изделия. Плечевые изделия. Шифон. Легкость, пластичность, светопроницаемость. Чесуча. Это дикий шелк. Дубовый шелкопряд. Волокна его достигают до 50 метров. Их склеивают. Он дешевле обычного шелка. Отлично держит форму. И доступен по цене. Шерсть. Тоже животного происхождения. 80% мирового производства дают овцы. Свойство шерсти. Она, конечно же, теплая. Имеет пушистость. Обязательно всегда колется. Какая бы ни была шерсть, она колется. Если вы супер чувствительны, то вы будете все равно ощущать колючесть этой шерсти. Даже если это будет какой-то нежнейший кашемир, то, возможно, все-таки вы будете чувствовать колючесть. Это не забывайте учитывать при выборе одежды, конечно же. Есть такие свойства, как грязеотталкивающая. Она, кстати, еще и является благодаря своему особому составу. Также мало впитывает пот и грязь. А также шерсть не мнется. То есть у нее тоже есть свойства внутренней пружинки. Так же, как у шелка. Внутренняя пружинка после сминания она снова распрямляется. Шерсть имеет низкую теплопроводность. Она хорошо сохраняет тепло тела человека. Подходит больше для осенне-зимних коллекций. Возможно, также и для летних. Но для летних желательно уже какие-нибудь смесовые ткани. Например, шерсть плюс шелк. Или другие какие-нибудь смеси. Отлично держит форму. Она жесткая, плотная. Хорошо драпируется. И отлично подойдет для сложного какого-то кроя. Ассортимент шерстяных тканей. Репс или габардин еще его называют. Имеет диагональное плетение. И своеобразный рубчик на поверхности ткани. Как правило, это костюмные ткани. И подходят для платьев. Букле. Это ткань с рыхлым плетением. И декоративной нитью на поверхности. Ну, или даже какие-то узелочки на поверхности. Байка. Она имеет пушистость на лицевой стороне. Вообще, как получается эта пушистость? Особое плетение. Где еще есть дополнительные нити, которые свободно прилегают. И ворсовальная машина такая. Это очень много иголок. Она приближается к тканям. И просто достает некоторые нити на поверхность. Вот достает вот эти нити. И так получается ворс. Также еще есть велюр. Тоже с пушистой поверхностью. Именно тоже такой же способ. Ворсовальная машина. И сукно. Оно жесткое и отлично держит форму. Сукно. Есть такое военное сукно у нас в стране. Оно имеет высочайшее качество. Производство этого сукна находится под секретом. Это вообще военная тайна. Военное сукно купить невозможно. Можно где-то купить какие-то отдельные готовые изделия. Также следующая ткань. Это твит. У нее такой узор елочкой. Диагональный рисунок. Зигзаг. Шотланка. Очень качественная ткань. Особенность шотланки в чем? В том, что рисунок. Он выткан из нитей разного цвета. Он не напечатан. Именно выткан. Драб. Это пальтовая ткань или формоустойчивый костюм. Кашемир. Дорогостоящая ткань. Специальные пуховые волокна и только некоторых видов животных. Ткань элитная, пушистая и тонкая. При сминании чисто шерстяная ткань образует мелкие складки, которые легко разглаживаются при разглаживании рукой. Если в шерстяную ткань добавлены волокна растительного происхождения, то складки получаются крупные и рельефные. Трудно удаляемые или не удаляемые вообще при разглаживании рукой. Если в шерсть добавлены полиэфирные волокна, например полиэстер, ткань уже будет отличаться жесткостью. Складки будут образовываться крупные, но при разглаживании рукой также будут исчезать. Содержание примеси в шерстяной ткани можно определить по характеру горения основной и уточной пряжи. Во время шерстяная пряжа в пламени будет обугливаться. На конце будет образовываться черный спекшийся уголек, но он будет легко растираться без остатка на пальцах. Имеется запах жженых волос, такой паленой кожи, в общем такой животный запах. Если в пряже шерсти содержится волокна растительного происхождения, например хлопка, то за спекшимся нашим шариком будет образовываться светящийся уголек, который быстро гаснет, но также оставляет незначительные следы пепла. Ощущается также запах паленой кожи, тоже животный запах. Чем больше содержание растительных волокон в пряже, тем больше будет оставаться после горения золы серого цвета. Если шерстяная пряжа содержит полиамидные или полиэфирные волокна нити, то она будет гореть коптящим таким пламенем. Причем именно полиэфирные волокна дают более черное коптящее пламя. Образуется жесткий скелет нити, на конце которого будет вот этот черный шарик, и он не будет растираться между пальцев вообще. Действием ацетона можно определить ацетатное волокно или вискозное. В ацетоне ацетатное волокно будет растворяться, а вискозное не будет никакого иметь разрушения волокон. Полиэстер при поджигании тоже спекается и не растирается между пальцев, кстати. Все вообще искусственные ткани, они будут иметь свойства их оригиналов в зависимости от того, какую ткань имитируют. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было вам полезным и интересным. Тогда ставьте лайк и не забудьте подписаться, если вы еще этого не сделали. А мы с вами скоро увидимся. Всем пока!